Здравствуйте, это Андрей, меня зовут Александр, я студент Российского университета Дружбы Народов. У меня вопрос по поводу как раз таки вот этого бытового боевого искусства. Когда разрешена самооборона христианину? Задираются там, будь то в общежитии, там во дворе, там... Извини, пожалуйста, ты родом откуда? Подмосковье. Живешь в общежитии? Сейчас да, я учусь. То есть это практичный вопрос только, да? Да, да, да. Там общая кухня, там общий санузел. Да, 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 да. Предположим, ну задирается, что дать в морду или как? Ну бей в пятак и не спрашивай фамилию. Если по-простому. Если иначе никак. Бить нужно в последнем случае. Вообще нужно понимать несколько вещей. Можешь ли ты ударить и провести операцию дальше? Потому что ударить первый раз это как бы ничего не значит. Надо ударить и довершить до конца. Ударить, скрутить, как бы дать понять, ты же понимаешь, что ты полез не туда. Поэтому нужно знать свои силы. Знать, с кем ты общаешься. Что там с ним, там как там. То есть лучше всего разговаривать. Самый лучший бой, это вам скажет любой боец, это бой не совершившийся. Ты поговорил с человеком. Говорит, а в чем проблема там? А ты стал мою душевую. Ну остановись ты, помойся, я потом через полчаса приду. Все, ты обезоружил человека. То есть лучше всего уйти от боя. В бой нужно вступать в крайних случаях. Причем по части себя самого бой вообще стремится к нулю. А уже бой вырастает в необходимость, когда ты вынужден драться за кого-то. Например, при тебе там обижают, например, твою сокожницу. Здесь ты хоть бы и как не хотел, как бы должен вступиться и сначала разговаривать. А если уж нет, то придется тогда махать кулаками. И так далее. А там уже потом жена, мать, родина, флаги, церковь святая. Там уже придется махать кулаками. Но лучше не махать. Вопрос здесь стоит как раз таки не о родных и близких, и церкви, и прочих важных вещах. Здесь вопрос стоит именно, допустим, берут твое имущество. И уже разговорами никак не получается. Не, ну нужно наказывать, конечно. Ну, спасибо. Нельзя брать чужое. Вообще, вот Серафим Саровский сказал, если в монастыре есть блудник, терпите его. Если есть вор, выгоняйте. То есть вора терпеть нельзя. Вот в армии, например, если кто-нибудь шнырит по тумбочкам, ну, конец ему. Его просто как мамонта забьют и правильно сделают. За руку поймают, на месте убьют. Если выследят, значит, просто и забьют его до тяжелых увечий. То есть вора терпеть нельзя. Если я с тобой живу в одном, там, кубрике, там, если я к тебе залез в твои вещи и шнырю по-твоему, считай, что я достоин любых мордобоев. Это всегда наказывалось жестоким наказанием. Всегда. Это однозначно зайти на поле мордобоя. Я буду это иметь в виду. Буду показывать видео. Это совершенно естественный закон. Это гораздо хуже всем остальное. То есть в монастырях даже воров терпеть нельзя. Это святой Серафим сказал. Не терпи вора в монастыре. Тем более в общежитии. Ну как это? Можно залезть в тумбочку к соседу. Ну как это? Ну и с задирами тоже. Да? Ну с задирами, понимаешь, дай Бог, чтобы это в тебе было, в тебе и во всех нас. Некий стержень такой, чтобы... Потому что люди, которые ищут проблем, они очень хорошо чувствительны. Они чувствуют, что если ты можешь дать отмашку, они не лезут в тебе лишний раз. То есть ты не должен драться, чтобы они это поняли. Должен с ними поговорить. Должен сказать ему. Говорит, не надо этого. То есть они чувствуют. Говорит, хорошо, все, я понял, спасибо, я пошел. То есть они ищут слабаков. Как шакалы ищут падаль. Как, значит, всякие там разные животные ищут там ослабевшее животное. И толпой на него набрасываются. Так эти люди ищут слабого человека. Только они чувствуют силу. Говорит, я не дам это сделать. То есть я не дам. Они сразу тебя уважают. Они жмут тебе руку. Говорит, он наш парень. Как бы все хорошо. Поэтому мужчине сильным нужно быть. Наглым быть нельзя. Сильным нужно быть. То есть наглые, они же обычно и слабые. Тот, который петушится и хорохорится, он обычно после первого удара ложится и говорит, больше не бейте. А те, которые спокойные, они могут вдруг из себя изобразить что-то очень такое интересное. Его можно раз обидеть, два обидеть, три обидеть, но потом он сделает с тобой форшмак. И ты удивишься, как бы с какой стати у него столько силы взялось. Понимаете? Что такое рыцарство? Это очень сильный удар, он очень культурный разговор. Вот чего у нас не было в истории. Вот рыцарство. Это сила, мужество, храбрость, готовность сломить голову врагу. Но очень культурный разговор. У нас наоборот. У нас бакландство такое. И посыпают тебя сверху донизу всякими словами. И словесно унижают тебя. А чуть пойдешь в контакт, он раз говорит, да не, 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 все спокойно, нормально. Не трогайте меня. Я на флейте играю. Только по губам не бейте. Я на флейте играю. Я был в казармах и в общежитиях много лет. И так как били воров, никого не били. Всех прощали, воров били беспощадно.